Лужи на крыше, потолки протекают в многоквартирном доме по Октябрьской в Черкесске, как решается проблема жильцов после прямой линии главы республики. Встреча с автором романа «Горная роза» о достойной дочери карачаевского народа Залихат Эркеновой, повторившей подвиг Зои Космедеменской, состоялась в Черкесске. В 100-летний юбилей отмечают две республиканские газеты «Карачаи и Черкесхэку», а богатой историей печатного издания «Карачаи» смотрите в специальном репортаже. Чемпион вернулся со всеми подобающими почестями, встретили в родном ауле победителя первенства мира по самбо Амиркана Тамбиева. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаево, Черкесия. Накануне Рашид Тимрезов и Александр Голоколенко обсудили вопросы развития пожарно-спасательных сил республики и мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Затронули также вопрос безопасности в туристической индустрии, готовности сил и средств к горнолыжному сезону. Социальная сфера строительства, благоустройства территории, капитальный ремонт и многие другие вопросы были подняты на прямой линии главы Рашида Тимрезова. Одно из обращений было от Елены Прокофьевой, Альбина Ламкова подробнее. Это первый этаж пятиэтажного дома по улице Октябрьская 5. Серьезная проблема возникла после сильного града. Каждый раз во время дождя вода начинает проникать внутрь здания и заливать все до первого этажа. Конечно, из-за этого испорчены стены и потолок не только в подъезде, но и в квартире. Придется делать ремонт, говорит Надежда Прокофьева. На кухне тут у меня капает, но она если капает, она уже будет скоро течь. Вот видите, вот начало. Это вот последний дождь был, вот она уже начала, сюда дошла. Теперь пошли в спальню. В спальню тоже я внимания не обратила. А внук говорит, смотри, бабушка, у тебя уже в спальне капает. Вот тут капало. Жильцы дома начали обращаться с просьбой устранить проблему в курирующей их управляющую компанию номер один. Затем и другие ведомства пообещали, что сделают. Работы действительно начались, но до первого подъезда так и не дошли, говорит и Елена, дочь Надежды. Мы везде обращались. В общем, ЖЭК, в принципе, семь подъездов сделал более-менее. А у нас не делает. Здесь по подъезду есть двое должников. Но наша квартира, мы ничего не должны. Мы им объяснили, мы ничего не должны. Ну, говорит, выбивайте соседей долги, но это невозможно. На дворе осень, а в доме проживают семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Отсутствие оперативного реагирования только усугубило положение. Уже звонок не работает. С той стороны у нас электрический счетчик все время замыкает. Может, тут током ударить. Вот тут током у нас железка. Вот тут бьет все, когда вода. Вот тут страшно. И вот там током било. Вот тут площадка. Желание вернуться к нормальной жизни без ежедневного страха перед дождем, естественно. И Елена решила обратиться на прямую линию главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Елена Якубовна Прокофьева живет, ее мать живет по улице Октябрьска, дом 5. После града течет крыша, заливает квартиру. Обращались в управляющую компанию, обещали сделать, но в итоге все подъезды сделаны, а первые так и не сделают. Просят помочь именно подъезд ее матери. Все лига сейчас нас слышит, и он в рабочем порядке свяжется, и этот вопрос решит. Уверен в этом. Действительно, к поручению данного главой сразу приступили. Управление государственного жилищного надзора республики побудило управляющую компанию к принятию мер по предотвращению протекания кровельного покрытия над квартирой заявителя. На место проведения работ по восстановлению кровли и устранению последствий стихии прибыл начальник ведомства Руслан Урусов. Он отметил, что до конца текущей недели проблема по жалобе будет решена в полном объеме. Прошел град и тем самым усугубилась ситуация. И так было здесь проблематично. Второй, третий, четвертый подъезд, они уже были выполнены, ремонтные работы. Оставался первый подъезд, поэтому сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, укладка рубероида, и они промазывают все щели и так далее. Текущий ремонт. Альбина Ламкова, Михаил Карапелян, Алиб Бастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. О времени, о жизни и творчестве в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась встреча с членом Союза российских писателей Львом Ильиным. Для уроженца Тамбовской области Карачева-Черкесия стала второй родиной. Одно из наиболее известных его произведений в нашей республике – роман «Горная роза» о достойной дочери карачевского народа Залиха Теркеновой в годы войны, повторившей подвиг Зои Космедемьянской. Сто летний юбилей отмечают две из основных пяти республиканских периодических изданий газеты «Карача» и «Черкесхэку». Сто лет назад вышли первые номера этих изданий на родных языках. О создании газеты «Карача» и истории ее развития и становления о том, чем сегодня живет издание, в специальном репортаже Мадина Каракетовой. Известный деятель искусств Борис Уртенов, актер Карачаевского драматического театра и заслуженный артист России, выписывает газету «Карачаево» уже 67 лет. В 1957 году, в мае, когда все наши уехали сюда, домой на родину, я оставался там, в школе, в казахской школе, надо было закончить школу, получить аттестат зрелости. Наши тоже уехали. Потом в июле месяце старший брат за мной приехал туда, в Южный Казахстан, и он с собой принес «Карачаевскую газету». Тогда, по-моему, Ленина Байрага назывался. И мне так приятно было, как сюрприз, как подарок брат мне сделал. Для человека, познавшего чужбину, все родное свято. Для Бориса Хусеевича родной язык, сохраненный в газете, которая носит имя его народа, и родной театр, и есть родина. Сегодня одно из пяти главных печатных изданий Карачева-Черкесии называется «Карачай». Гадета имеет столетнюю историю, и за это время прошел большой путь становления. 19 октября 1924 года вышла в свет газета на карачаевском языке «Таулу Джашау». Ее оригинал хранится в Москве, в Российской государственной библиотеке. Первый номер газеты «Таулу Джашау» был напечатан арабской вязью на основе карачаевского языка. Вот это, то, что вы сейчас видите, первый номер «Таулу Джашау», датированный 19 октября 1924 года, это копия издания, переведенная на кириллицу. За долго до официального издания советского периода «Таулу Джашау» выходила еще одна газета на карачаевском языке, которая так и называлась «Карачай». Ее основателем был духовный лидер и поэт-просветитель Северного Кавказа, автор первого карачаевского алфавита «Аджаме» и первых учебников ротного языка, общественный деятель и основатель первой типографии в Карачае Исмаил Акбаев, известный как Чокуна Апинды. Издавалась газета в Екатеринодаре. В ней в основном печатались указы, распоряжения и агитационный материал Деникинского времени. И тем не менее, Чокуна Апинды находил возможность печатать в газете стихи и материалы на родном языке. «Газета была, так сказать, глубоко элитарной и была рассчитана на определенный круг высокообразованных людей – духовенства, офицеров, княжества. И поскольку основная масса населения не была столь образована, как элита, то эта газета не имела такого какого-то важного влияния на народные массы, которые потом имели ее последовательницы – газеты, которые выпускались уже в советское время». С 1929 года газета «Таулуджяшау» стала называться «Таулуджарлыла» – «Горская бетнота». И печаталась она уже на двух языках – на русском и карачаевском. А с 1934 года ее переименовывают в «Кызыл Харачай» – «Красный Харачай». В подшивках этих газет бережно хранится каждый номер. Страницы уже пожелтели, бумага при неосторожном касании осыпается, как пыль. Вот подшивка за 1941 год – начало войны. Ценность этой газеты – что он выпущен именно в день начала Великой Отечественной войны. Весь народ был настроен на труд. Народ не готовился на тот момент воевать. Дальше уже сверстая на 23 июня, кровожадные фашистские правители Германии без объявления о войне напали на нашу страну. Это уже второй номер. Естественно, вот эта подшивка, вот эта газета 1941 года, она не имеет цены. Дальше наступает трагическое время для карачаевцев. В 1943-м народ по ложным обвинениям ссылают в Среднюю Азию и Казахстан. Издание газеты прекращается. Последний номер ее датируется 30 октябрем 1943 года. Возрождена газета была лишь в 1957-м, после возвращения карачаевцев на историческую родину. Первый номер выходит 10 апреля. Газета так и называется – «Кызыл Карачай». Она становится центром объединения литературного цвета нации. В ней работали и печатались Халимат Байрамукова, братья Осман, Магомед и Назир Хубиевы, участники Великой Отечественной войны – Даут и Абдул-Керим Байкуловы, Магомед Ахтауф, Исака Ракетов, Аубикир Баучиев, Хусей Тахчуков, Азамат Суюнчев и целая плея других известных литераторов и поэтов. С 1965 года газета стала называться «Ленин и Байрагы» – «Ленинское знамя». А современное название «Карачай» газета носит с 1991 года. Сегодня учредителями газеты являются парламенты правительства Карачаева Черкесии и сегодня в ней трудится не менее яркая плеяда журналистов с громкими именами. «Вся моя сознательная жизнь связана с газетой Карачай», рассказывает народный поэт и один из старейших сотрудников этого издания Дина Мамчуева. В редакцию газеты она пришла в конце 70-х годов прошлого столетия. Для меня редакция газеты – это святое место, это мой второй дом. Без всякого преувеличения газета – это ангел-хранитель родного языка. И здесь работают те люди, которые хорошо понимают, что у человека родина одна, мать одна и родной язык один. В современной газете «Карачай» находят отражение общественно-политические события, происходящие в Карачаево-Черкесии и в России. Материалы, посвященные истории и культуре карачаевского народа, повседневных интересах и важных событиях. В разные годы возглавляли газету «Карачай» Дагерман Айбазов, Хусей Какушев, Альберт Узденов. Сейчас главным редактором является Салима Каркмазова. Газета «Зеркало жизни общества» – она летопись народа, газета-носитель родного слова. Она обладает свойством долгосрочной востребованности, позволяя прикоснуться к прошлому. Сегодня газету делают знающие свое дело профессионалы. Столетие – это большой праздник. Прежде всего, праздник читателя. Я желаю им добрых вестей. А газете «Карачай» еще не одну сотню раз встретит свое столетие. Руководство газеты и ее коллектив ставит множество задач на предстоящие годы. И главное из них – сделать газету «Карачай» интересной и востребованной. Мадина Каракетова, Алибастанов, Миха Каракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. Наш земляк Адемиркан Тамбиев на первенстве мира по самбо среди юношей продемонстрировал секреты владения рациональной техникой, а также силу воли, которые позволили переломить ход владения поединка и достичь победы. На родине чемпиона мира торжественно встречали жители родного аула и почитатели его таланта. Фатима Даурова передает живые эмоции встречающих. Тихую атмосферу осеннего пасмурного дня разбавила звонкая какофония автомобильных сигналов и звуков копыт жеребцов со всадниками в традиционных черкесках. В этой колонии в первых рядах едет человек, ради которого собрались жители не только Малого Зеленчука, но и всего Хабецкого района. Победителя первенства мира по самбо среди юношей Адемиркана Тамбиева и его наставников Каплана Братова и Магомеда Озова встречают соответственно приветственных традиций черкесского народа. Я, если честно, удивлен, можно сказать, впервые, наверное, на встречу таких молодых спортсменов и удивлен тем, как его встретили. Это большая мотивация для будущих наших детишек. Я думаю, что каждый из них с понедельника будет уже на пятой скорости тренироваться, поэтому это супер, это популяризация вида спорта, в общем, спорта. Молодцы как бы. Это первые шаги для больших успехов. В спортивном комплексе, где Адемиркан не раз отрабатывал приемы самбо, оттачивая свое мастерство, победителя ждали те, кто лично хотел пожать ему руку. В первую очередь золотой призер первенства мира, согласно обычаям, поздоровался с аксакалами аула. Потом, как принято у черкесов, занял свое место, скромно опустив голову перед старшими. Он действительно хороший парень со всех сторон, он хороший ученик, он лично закончил школу золотую медаль на премьеру вот этих маленьких мальчишек. И как надо учиться, и как надо заниматься спортом и добиваться своих поставленных целей. Дальше уже начнется взрослый спорт. И мы в скором будущем надеемся, чтобы его увидели на Олимпийском педестале. Мы очень гордимся, очень возлагаем большие надежды и ни в коем случае не сомневаемся, зная, какой он трудоволик. Адимир Кантамбьев увлекся спортом, будучи третиклассником. Тренер чемпиона Магомед Оза вспоминает, как парнишка практически с первых дней показывал желание стать лучшим и волю к победе. Его целеустремленность, трудолюбие и умение слушать тренеров выковали того, кем он стал сегодня. Делится наставник. Занимался хорошо. Утром вставал, да, набегал, зарядку делал. Вечером не пропускал тренировки. И вот так результат со времени начала приходить. И вот так мы оказались на таком высоком уровне. На первенстве мира я боролся не только за сборную страны. Я боролся за нашу республику, за нашу нацию. И мне было очень приятно думать, что меня поддерживает столько людей. И с этими мыслями я боролся на этот турнир. Много теплых слов было сказано и в адрес родителей чемпиона. Выступающие их благодарили за достойное воспитание сына, который принес славу России, Малой Родине и родному адыгскому народу. Фатима Даурова, Муминат Ишерова, Олег Молхожа. Вести. Карачаево, Черкесия. Далее смотрите постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джизаевой. Субтитры создавал DimaTorzok